Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада, что мы с вами каждый раз можем друг другу напоминать, что жив Господь. Он среди нас, Он на небесах и также среди своего народа обитает внутри нас, в наших сердцах. И если Он, обозревая лицо земли, видит, чье сердце Ему вполне предано, то Он вникает и в наши дела, Он помогает, является направляющим и так далее. То есть Господь, Он не наблюдатель, а Он участник, участник процессов. И тогда, когда Его приглашают, Он активный участник. И так ценно это сегодня осознавать, и я хочу, чтобы каждый из нас за это поблагодарил Бога. И насколько ты понимаешь, что Господь наблюдает? Есть разные программы, где люди живут под камерами, или, по крайней мере, были раньше эти программы, и это происходило как шоу. И люди реально понимали, что эта программа такова, что все снимают. Но постепенно человек может привыкнуть и, в общем-то, не обращать внимания. Сегодня мы чем дальше движемся, тем больше в обществе тех камер, которые за тобой наблюдают не только на дорогах, в разных помещениях, в разных организациях. И ты постоянно находишься под чьим-то вниманием. Но если тебя интересует Божье внимание, что ты под Его взглядом, то остальные камеры тебе не страшны. Потому что единственная камера небес, которая все запечатлевает и все взвешивает, это Божий взгляд на нас. И вот как об этом написано в третьем стихе 52-го псалма. «Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога». На земле вроде бы нас интересуют вопросы земные. А Господь ищет, есть ли разумеющий, чтобы искать Бога. Кто-то скажет, зачем? У меня же есть руки, есть ноги. У меня есть время, у меня есть таланты, у меня есть деньги. Я буду делать то, что считаю нужным. Но задай себе вопрос, а кто тебе все это дал? И время, и таланты, и руки, и ноги. Как многие сегодня, в силу разных ситуаций и обстоятельств, кто-то в авариях, кто-то после военных действий оказались без рук, без ног, без какой-то части тела. И уже совсем надо иначе смотреть на жизнь. И когда мы начинаем понимать, что все, что мы имеем, это дар Божий в нашей жизни, и если человек это разумеет, он будет искать Бога. Он будет искать с Ним контакты и отношения. Даже тогда, когда другие этого не делают. А у нас с вами, друзья, есть и шанс, и возможность, и необходимость, и понимание, как это делать. Может быть, не все это понимают. Если нет, то я очень бы хотела, чтобы и программы, которые вы смотрите на этом канале, вам помогли. Их много на разные темы. И пусть они помогут вам не только встретиться с Богом, но еще и научиться с Ним общаться. Научиться Его слышать, реагировать на Его предложения, самому задавать запросы в небо. И знать, что Господь готов общаться с нами, потому что Он сказал просящему, Он дает ответ. И ищущие находит, и стучащему отворяют. Благословляю себя и вас, друзья, понимать, что если Бог с небес презирает, ну, имеется в виду, не презирает нас, как людей, а всматривается. Всматривается на то, где есть те, кто ищет Бога. Кто, чье сердце в разумном предстоянии перед Богом. Если Он тебя и меня находит в этом числе, это будет видно по жизни. Это будет видно в результатах жизни. Потому что Он точно будет давать советы и предостерегать от опасности. Пусть так будет, потому что мы на самом деле, независимо от того, сколько каждый из нас прожил, но мы всегда нуждаемся в Нем, и всегда Бог может нам быть предостережением, или направлением, или покровом и защитой везде, где мы находимся. Небесный Отец, я так благодарна Тебе, что Ты, обозревая лицо земли, видишь. Видишь каждого. И я хочу, чтобы и наши сердца были в числе тех, кто разумеет Бога, и кто ищет Твоего лица в каждое мгновение своей жизни. Что нам не все равно, что происходит, а мы хотим быть там, где Ты находишься. Я благодарна Тебе за Твою благодать и милость. Я благодарна Тебе за Твою любовь и верность. Я благодарна Тебе за каждую благословляющую нас мысль от Тебя пришедшую. За все потоки Твоего благословения в разных сферах жизни я Тебя благодарю. И пусть это разумение в Твоем народе умножится. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»